Субтитры создавал DimaTorzok И верю, и не верю Вот за это неверие и не получаем мы ничего Верю, кажется, говорю, Бог – любовь, Бог – премудрость, Бог – всемогущий Правда ты так говоришь? Что ты веришь в это? Нет-нет-нет-нет-нет Верим и не верим Помните, как Христос сказал ученикам? За маловерие ваше Когда они не могли изгнать Духа нечистого из мальчишки А он изгнал За маловерие ваше А если бы у вас была вера, хотя бы зерно горчичное Вы бы сказали, с горе этой, двигнись И она бы двинулась Мы не верим и ничего не получаем в результате Оказывается, вот неверие – это очень-очень опасная болезнь, которая присутствует в нашей душе Мы-то думаем, неверующие, мол, те – это неверующие, но там они – они в Бога не верят Да слушайте, что они? Мы не верим, а не они Молимся и не верим И потому не получаем Молимся не так Молимся совсем не о самом главном Что самое главное? Господи, помоги мне очиститься от моих страстей и моих грехов А вы посмотрите, о чём молимся мы, когда идём к каким-нибудь мощам, иконам, святыням и так далее Что, кто-то там молится? Помоги мне, такой-то святой или такая-то святая, освободиться от зависти, что ли? Что, вы думаете, вы найдёте такого там человека? Никто! Молится, помоги мне избавиться от такой-то болезни Помоги моим родным, там, сыну, дочери, детям Там, избави мужа от того-то, сестру, жену и так далее Как, знаете, такие законченные, стопроцентные материалисты Дай нам благо на земле И забыли – ну, сейчас дам, но только завтра вы умрёте А душа где же ваша? О чём молитесь? Забыли простой закон Закон-то какой? Оказывается, все наши беды и несчастья Чем обусловлены? Нашим духовным состоянием Тем, что именно мы исполны и тщеславие, и зависть, и лицемерие, и коварство И чего только нет в нас И забываем, что это является источником наших страданий Вот что является Преподобный Марк Подвижник так и говорит Не хочешь скорбей – не греши А как грехи отпускаются? Исаий, отшельник, говорит Грехи отпускаются человеку в той степени, в какой он, человек, прощает грехи своих ближних Не открывать их надо перед всеми Не, говорит, слыхали? Читали? Такой-то, такая-то Сокрой при грешении брата твоего Твои грехи будут отпускаться По мере того, как ты не осуждаешь, а в душе твоей прощаешь другим Вот такая замерила И наша жизнь, даже внешне, она в конечном счёте обусловлена чем? Состоянием нашей души Каким состоянием? Когда мы исполнены вот этих всех страстей Когда нас нельзя тронуть ни с какой буквально стороны Нам же нельзя попробовать задеть моё тщеславие Моё самолюбие Мою гордыню Что будет? Мы же это знаем же Что нас буквально не тронь Ни с какой стороны Вот где корень и источник Всех наших бед Ибо основной закон Бытия, если хотите, основной закон Дух творит себе формы Каков внутри меня дух Таковы будут и формы Это же надо понять в конечном счёте Это же закон И мы, христиане, это знаем Ещё хочется сказать об одном очень важном моменте Сейчас особенно распространяется Это всюду и паломничество И всякие поездки к святым местам И к святыням, и так далее Хорошо Хорошо Они немножко напоминают нам о святости Напоминают нам о христианской жизни Если напоминают, конечно Да Это хорошо Но забыли мы одно Забыли одно Как вы думаете? Вот сейчас появился бы Иисус Христос И вот там разные святыни Иконы, мощи и так далее Кому бы мы обратились бы? Что за глупый вопрос, правда? Ну, конечно, к Иисусу Христу Правда? Правда! Ой, правда! Не верю! Не верю! Причастие Сам Христос Ведь не мёртвого же тела и крови мы причащаемся А Христа Итак, что мы предпочитаем? Часто мы это делаем Часто мы готовимся именно к причащению Чтобы причастить самого Христа А не кого-нибудь Да ну что вы! Я за тысячи верст не знаю, поеду куда Да, лишь бы там поцеловать Какую-нибудь святыню А вот она рядом Святая Евхаристия Поисповедуйся Попастись немножко хотя бы день Помолись хотя бы день Причастись самого Христа Вот Он Сам Вы слышите, перед чем мы стоим? И чему мы отдаём предпочтение? Теперь поняли? Насколько наша вера велика О, Боже мой! Забываем даже о таком О таком Величайшем таинстве Величайшем благе Которое Господь дал нам И размениваемся Да Всё хорошо И поклонение иконам И святыням Да Да Но Есть первостепенные вещи Есть вторичные И никогда нельзя этого забывать И когда мы к причащению святых тайн Относимся небрежно А здесь будем стоять десятки часов То мы показываем себя Попробовали мы бы точно так же Простоять Допустим, эти десять часов В молитве перед причастием Много ли таких? Ну что вы? Кто же это будет? Зачем? Перед причастием зачем? Это же Христос А вот здесь Ну, тут мы постоим Слышите, какая наша вера? Это православная вера Мы даже не думаем Не сопоставляем Что мы делаем Перед чем мы стоим Вот, кажется, где нужно напряжение в молитве Для того, чтобы причаститься С пользой Или достойно Вот, где наше благо Вот, где наше исцеление Если хотите От всех болезней И от всех несчастья Масса случаев Когда люди уже просто С тяжелейшими заболеваниями Но которые обращались действительно Вот, всё бросали И обращались действительно к Богу И начинали Прямо причащаться Достойно, слышите? С благоговением С подготовкой С покаянием А не просто к причащениям Причастие – не магия А действительно С полным смирением и покаянием Прямо начинали Вот, два-три раза в неделю Каждую неделю Как кто мог Исцелялись полностью Таких фактов Множество И я думаю, что, может быть И на глазах у некоторых И здесь сидящих это было Хотя сейчас, может быть Уж очень мы оскудели Духовно как-то Уж очень оскудели Это таинство величайшее Это сам Христос Неужели мы от Нему отвернёмся? Ну, ты, Господи, подожди А я пока съезжу вот туда Вот, что мы делаем Вот, во что обращаемся мы Какая тут нужна осторожность Какая грань И каждому своё место Нужны нам святыни? Нужны! Они напоминают нам о чём? О том, какими мы должны быть А вместо этого мы забываем, что мы должны быть Для нас важно самое главное – приложиться То есть язычники Дело не в том, чтобы приложиться А в том, чтобы, взирая на эту святыню Вспомнить о том, кто я В каком я нахожусь состоянии И прикладываясь к этой святыне Молиться не о чём-нибудь А о прощении своих грехов Об очищении своей души Молиться со смирением, покаянием И благовением Вот, если бы так мы стали Я думаю, наша жизнь бы как изменилась бы Если бы молитву не подменяли формой Ещё раз хочу напомнить Величайшая беда, может быть, Христианских людей В том состоит, что мы молитву подменили формой Мы вычитываем, мы выслуживаем Мы выпеваем И так далее И так далее И говорим, что мы помолились Слава тебе, Господи! Василия Блаженного спросили Как народ-то много там в храме? Откуда вышел? Он говорит – да нет, два человека А храм был полный Два человека Остальные стояли Когда же накончится служба? Кто-то там служит? А какой это архиерей? Ой, а какая митра? Ой, а куда это они пошли? А это что-то так и говорит так странно А это что стоит ещё за барыня? А это что за гусь такой лапчатый? Представляете? Ну, ещё за два часа-три Можно ой, насмотреться и надуматься о чём По всему миру побродим Кого так не осудим, не пересудим Каких только проблем не решим Только одну не решим проблему Зачем и пришли в храм Точно по дедушке Крылова Слона-то я и не приметил Вот так Сейчас скажу Есть очень большая опасность Ещё два слова Я понимаю, что я замучу Профессорам, кстати, никогда не давать свободу слова Они не могут никак окончить Но два слова хотя Хочу сказать Сейчас Есть такой момент Такой не очень приятный момент Как-то я купил одну книжку Ну, не буду называть Там о молитве Иисусовой Что там я прочитал? Старец Пришедшему молодому человеку Вручает чётки И говорит ему Вот сейчас ты будешь с нами молиться Станем на бдение ночное Девять чёток Девятью три двадцать семь, по-моему, правда? То есть две тысяч семьсот Это Иисусу Христу Господи Иисусе Христе, помилуй меня И три чётки Божьей Матери Представь и Бог Роди Спаси нас Это девятьсот Причём эти Слышите сразу Причём Это Нужно читать Как можно быстрее Как можно быстрее Написано Его язык Это молодой человек Работал как моторчик Не прошло и часа Это в книге написано Не прошло и часа Как он уже прошёл Уже прошёл Совершил Три тысячи шестьсот Молитвы Иисусовых Я посмотрел Это в секунду молитва Ой, как интересно Как он мог произнести? Попробуйте Что такое? Даже не прошло и часа Тот же святитель Игнатий Бринчанинов Это наш наставник Молитвы Иисусовой Пишет Что сначала Иноку Или тот, кто хочет стать иноком Сначала нужно Произносить Не более ста молитв Иисусовых Затем дать отдых уму Он нас ещё не окреп При этом Молитву надо произносить Очень неспешно С вниманием каждому слову Я подчёркиваю ещё раз Очень неспешно На стол молитв Иисусовой Говорит он Требуется приблизительно Полчаса На стол молитв Здесь за час Три тысячи шестьсот Молитв Иисусовых Эту книжку я купил В церковной лавке Чему научает Этот юноша Когда совершил полный круг То это значит Сколько? Четыре часа Птение значит было Так Если это четыре часа Если можно в секунду молитву произнести Это невозможно Бессмысленно Тем не менее Так После этого круга Ощутил необыкновенную радость Восторг И когда сказал об этом своему старцу Старец очень обрадовался И сказал этому юноше Я тебе покажу еще большее даже Сам я могу Сто, двести молитв Иисусовых За один вдох-выдох Вот я вижу Вы скептически относитесь вот к этому А теперь я скажу Кто это так научает И вы сразу же Сразу же, пожалуй, измените свое отношение Это афонский старец Ну, как? Попались? Вы слышите, какая тенденция? С такой скоростью Произносят мантры В индуизме Уже давно открыли Что если вот это быстрое произносение мантры Этих вот священных слов Так То через некоторое время Оно возбуждает в душе Вот эти вот восторги Психические состояния Достигает состояние самадхи Ну, самадхи То есть, ну, вот блаженство Там это давно открыто И вдруг, смотрю Здесь издается книга Продается в церковных лавках Наставник молитвы Иисусовой Который рекомендует Прямо быстро-быстро читать молитву И на эти причины На основании святых отцов Говорит Неспешно Крайне неспешно Если кто-то Попробуйте, пожалуйста Если кто-то Хватит когда-то сил Попробуйте произнести Сто молитв Иисусовых Вы увидите Сколько на это уйдёт времени При неспешном произнесении Но если вы попытаетесь Хотя бы в секунду произнести То у вас ничего не получится Это нужно увеличить По крайней мере не в секунду А уж я не знаю Ну пять секунд Или сколько Но тогда вы знаете Сколько потребуется Для бдения Вместо четырёх часов Помножьте на пять Двадцать часов Что за фантастика Но вы знаете В чём беда Придумать человек Неискушённый Вдруг действительно Увидит это Афонский старец И начнёт Траторить молитву Иисусова Кому такая молитва Скажите Придите вы к начальнику И начните ему С такой скоростью Траторить свою просьбу Я думаю Что через десять секунд Окажетесь за дверью Где же благоговение Где же внимание Где же покаяние Когда человек Как из автомата Сыпет это слова молитвы И это теперь внедряется Пропагандируется Какая беда Надо иметь в виду Что правильная молитва Совершается действительно Неспешно Молитва Иисусова Неспешно совершается С вниманием К каждому слову С благоговением Только тогда Игнатий Валенчин пишет Сто молитв Потом сделайте паузу Чтобы ум отдохнул Потом можно Ещё сто молитв Вы слышите? А здесь сколько? Сразу Четырнадцать с половиной тысяч Четырнадцать с половиной Молодому человеку Который ещё ничего Сразу мы ищем чудес Чудо нам подавай А не истину Вместо спасения Чего мы ищем? Формы Я просто говорю об этом Чтобы имели в виду Что не так просто Этот вопрос О котором мы говорим О молитве Не так просто Сколько разных течений Сколько разных сейчас направлений Где критерий истины? Возвращаемся к тому С чего начали Для нас правильной Является только та молитва Которой научают Бесспорные Святые отцы И если мы отступим От их правил От их предупреждений От их указаний Мы впадём в то Что именуется на Церковном святоотеческом языке Прелесть Не помилование в грехах Не очищение от грехов А искание чего? Наслаждение в молитве Через один круг Уже наслаждение Вот вам критерий истины Вот вам настоящая прелесть Об этом тоже надо знать Чтобы не ошибиться Ну спасибо Спасибо Если какие есть вопросы То пожалуйста Просили бы вас Это сводные вопросы Поделиться своим опытом Встречи со святыми людьми С подвижниками веры и благочестия Которые оставили на вас Какое-то впечатление Их образ мысли Образ поведения Как нам наглядный пример Воплощения христианства В нашей повседневной жизни Ну вот у меня был один пример Я могу сказать Игумен Никон Воробьев Это действительно Я такого человека Больше не встречал Такого Действительно Такой силы Силы духа Сила молитвы Я бы сказал Вот Такого я не встречал 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 тех Которые действительно Были искренние Очень добрые Очень внимательные Очень благочестивые Но такой силы духа Которую я встретил Игумен Никона Воробьева Я больше не встречал Вот единственное Что я могу сказать Его книги сейчас издаются Его это письма Духовным детям Внимая себе Разве В начало жизни Сейчас эти книги издаются Если кто хочет Познакомиться Действительно Именно с духовным опытом Правильным духовным опытом То я думаю Что его книги Дадут Дадут Очень много Каждому читающему Чтобы приобрести Молитву Частую Удобнее всего Молиться Иисусовой молитвой И чтобы она Приявилась Стараться Как можно чаще Обращаться к ней Можно ли Заменять От и не вечерние молитвы На эту молитву Чтобы приобрести Навык И вы как лично Поступаете Нет Насчет лично Слушайте Я с самого начала Сказал Что я больше всего На свете Люблю делиться Своим духовным опытом Поэтому больше О нём уж не буду говорить Да Во избежание Недоразумений Избави Бог Своим личным Если я своим личным опытом Начну делиться Все в болоте Окажемся Вот Наша задача Передавать Слышите Передавать Святоотеческий опыт То есть Истинный опыт Но никак не свой Вот сейчас свой Я вам продемонстрировал Молитву Иисусу В секунду Да Так вот Мне так кажется Насколько я Так сказать Слышал Слышал от людей Опытных Что правило Есть правило И без Каких-то Особых Уже таких Случаев Случаев Мы отказываться От правила Не можем Поэтому Нужно читать молитвы Утренние И вечерние Ну может случиться Конечно Когда вдруг у вас Неожиданное Ну что угодно может быть Какие-то может быть Поездки Какие-то дела Какие-то встречи Всё может быть Да вот тогда Когда вы видите Что невозможно По каким-то причинам Совершить это правило Обычное Тогда конечно Надо постараться Хотя бы заменить Это молитвой Иисусовой Тогда это оправдано Тогда и Бог видит И душа наша И совесть наша Будет спокойно Но правило Всё-таки Остаётся правилом Хотя и говорят Что нет правил Без исключения Почему Вредны Ощущения Чувственной Пемолитвы А также Мечтания И Видения Это потому Вредно Что мы начинаем Себе прокручить Фильм В своей голове И вместо То чтобы Обращаться К Богу Мы обращаемся К своему Фильмику И что же Во что это Превращается Тогда Вообще Святые Отцы Очень решительно Сказали Не доверять Никаким Видением При этом Что говорят Бог Не разгневается На тебя Если ты даже Отвергнешь Истинное Видение По причине Смирения Я Не достоин Господи Это не мне И мы находим Это в потеряках В житиях Святых Отцов Как такие случаи Бывали Это не мне Не мне И Бог Похваляет Такого человека У нас же Как раз Точно Оборот бывает Господи Ну что ж У меня видений До сих пор Нет никаких Да И начинается А тут еще Во сне Что-нибудь Увидел Да еще Сон сбылся Знаете Как рыбку Ловит на червячка И так Один сон сбылся Другой сбылся А на третий Веревку На шею Ни в коем случае Нельзя Нельзя доверять Ни сным Ни снам Ни видением Мы должны быть Очень трезво Относиться Ко всему тому Что происходит В нашем Внутреннем мире В нашей душе Что думать И что делать И как молиться В минуту Близкую К смерти Ну Вы знаете Молиться в минуту Близкую К смерти Надо Особенно С большим Напряжением Обращаясь К милости Божией Говорят Что перед смертью У многих Бывают минуты Неверия Отчаяния Вот Это очень опасно И это как раз Те минуты В которые мы можем Показать свою верность Богу И вот здесь Поэтому Поэтому Говорят Здесь особенно Надо вспомнить О том Что Бог Есть любовь Что Он Пострадал За нас Что так Возлюбил Мир Что отдал Сына Своего Единородного Вспомнить Эти страдания Христа Чтобы понять Что мы не можем Отчаиваться Нет греха Непростительного Есть только Грехи Нераскаянные Нет Непростительного Греха Надо помнить А перед кончиной Особенно Как говорят Многие Особенно Всплывают Что-нибудь Такое Обрачают Душу И Создают Ощущение Отчаяния Нет Нет Отчаяние Хуже всех Грехов Хуже всех Грехов Потому что Оно не дает Возможности Покаяния Поэтому Нужно В это время По-видимому Вспоминать Вспоминать О том Как Господь Нас любит И благодарить Его И благодарить Его Вообще Передам Совет Который Дает Игнатий Вринчинов Ссылаясь На преподобного Серафима Говорит В скорбях В уныниях В тяжелых Состояниях Нужно Христианину Благодарить Бога Как благодарить? Повторять Бесчисленное Количество Раз Слава тебе Господи Слава тебе Благодарю тебя Господи Слава тебе Господи Благодарю тебя Господи Сколько раз? Сто? Двести? Опыт Говорит Что очень Скоро Душа Начинает Успокаиваться Наступает Потом мир И человек Начинает Действительно Благодарить Не только Языком И умом А начинает Благодарить Уже Сердцем И скорбь Растворяется Вот я думаю Что этот совет Нам нужно Не забывать Он нам всем Всем пригодится Потому что у всех У нас Все бывает Каково должно быть Хромовое пение Для того чтобы Не рассеиваться На молитве Как быть с теми Образами и мыслями Которые возникают За богослужением Ввиду постоянно Наменяющегося Строя Песнопений С их Новыми Темами Которые Понуждают Человека К размышлениям Над текстами Песнопений Есть Прямой совет Прямой совет Есть Вот у того же Игнатия Вринчнина Он у меня тут есть Ну я сейчас Искать не буду уже Да Он говорит так Что во время Богослужения Надо внимать Тексту Богослужения То есть тексту Если невозможно Это А это бывает Довольно Нередко Бывает Нужно Заниматься Молитвой Иисусовой В храм Мы приходим Для молитвы А не для Каких-либо Других Целей Вот Пение Поэтому Должно быть Таковым Чтобы не мешать Молитве Не рассеивать Поэтому посмотрите Сколько у нас было Очень сильных Выступлений В истории Нашей русской церкви Против концертного Пения Были даже решения Дважды Поместные соборы Наши Принимали решения Запрещающие Концертное Пение А посмотрите Какие интересные Выступления Были у патриарха Алексея I Как и очень Интересные Насчёт пения А вы знаете Есть Есть даже Одно письмо Сохранилось Чайковского Патриархи Ильича К архиерею По-моему В Одессе Там он был За литургией И вдруг Во время Запричастного Стиха То есть Когда духовенцы Уже причавятся И когда люди Люди Уже подходят Ждут причастия Вдруг Хор что сделал Чтобы не дай Бог Кто-то помолился А то вдруг Кто-то помолился Как дали концертик Все вдруг Какая там молитва Концертик А не молитва Вы слышите Это прям Вот искушение Люди ждут час Последние мгновения Перед причастием И вдруг Им Развлечение Концертик И вот Пётр Ильич С гневом Пишет письмо Этому архиерею Вы его прочитайте Кстати на моём сайте На моём сайте Там есть Это интервью Называется Клирос Кажется Я поместил это письмо Оно замечательное Просто письмо И целый ряд Наших иерархов Выдающихся иерархов И вот даже видите Такая знаменитость Как он Все о чём говорят В один голос Первое Нельзя превращать Церковное пение В концертное пение Церковное пение Должно быть Таковым Чтобы Чтобы создавать Атмосферу Мира Слышите? Мира и тишины Ибо в мире Господь В мире В церковном пении Фактически Наверное Не должно быть Фортиссимо Но если только уж Какой архиере разрешит Ну тогда можете На него покричать Да А так Фортиссимо На Бога Я часто говорю Там все Вы что на Бога кричите Что с вами случилось? Что с вами? Вот оказывается Каковым должно быть Церковное пение Мир создавать в душе Если же Оно создавать Не мир А возбуждает Человека Это очень опасное дело Значит Это уже Ненормальное Дело Сосредоточенная молитва Которую вы говорите Это во многом Индивидуальный Личный труд человека Что в этом отношении Можно сказать О молитве Семейной Вот хорошо Спасибо За этот вопрос Вы знаете Детей надо Приучать К вниманию Я как-то Давно-давно Посмотрел фильм Кто такое Йоги По-моему Называется Что ли И там Обратил внимание У меня Запечатлелась Прямо Картинка Кадр Девочка Ну там Лет пяти Может быть Не знаю Она пытается Сморщить Свой лобик Чтобы Сосредоточить Внимание Вы слышите? В йоге Это очень важно Важно Там один из важнейших Моментов Это приучение Человека К вниманию Сосредоточенности И вот я подумал Мы часто детей Учим Чему? Попугайничеству И радуемся Да Пока ещё совсем Маленький Верно Хотя бы выучил А потом Надо учить К вниманию И вот здесь Общая молитва Опять Можно прочитать При детях Детям всё ясно Понятно Мы читаем Не молитву А какой-то Ну, какую-то церемонию Перед столом Семейная молитва Что? Это великое благо Когда она читается Читается осмысленно Неспешно Разумно Читается Дети тогда привыкают к этому Они начинают понимать Что такое Что это молитва Причём В семье Отец или мать Должны объяснять Что мы вступаем на молитву К Богу Поэтому она должна Совершаться вот так А не иначе И приучать детей Приучать к молитве Если мы Сумеем приучить Научить детей Вниманию Внимательной молитве Вы знаете Вы знаете Какое благо Мы пронесём им От скольких скорбей И напастей Вы знаете Избавим мы своих детей Очень многие Сколько их нравственность Мы поддержим Как они смогут Избегать всяких гадостей Которых сейчас полно Надо приучать сразу С детства Слышите? С детства К внимательной молитве Это можно сделать Семье Дай Бог Если можно Объясните Пожалуйста Разницу Между Человека Угодием И Бога Угодием Человеку Угодие Это лесть Когда мы говорим Вы лучшие В мире Хромому говорим Что он лучший В мире Да Бегун Да А слепому Лучший в мире Стрелок И так далее Обычно это делается Это лесть Самое настоящее Очень часто Это К сожалению Происходит По отношению К людям Более высоко стоящим Или В которых Мы заинтересованы Но иногда И просто так Льстим И всё Вот что такое Человеку Угодие Тут причин Может быть Много Много Но В ней В этом Человеку Угодии Всегда присутствует Один Очень Такой Серьёзный момент Я льщу Кому-то Вы знаете До чего Вы хороши И я уже Жду Что и мне Будет Такой же Ответ Какой А я То уж Лучший В мире Мстец Всегда Ищет В ответ Похвалы И себе И ждёт Ну что же Интересно Я вам наговорил Сорок бочек Арестантов До чего Вы хороши А вы что Мне скажете Ну то же самое Конечно Вот Вот что такое Человеку Угодие Богу Угодие Объясняется Очень просто Сам Господь Сказал Меня Любит Тот Кто Исполняет Заповеди Мои Вот что Такое Богу Угодие Исполнение Заповедей Заповеди Эти Заповеди Различны Как вы Знаете Но Но в конечном счёте Они сводятся К чему К тому Чтобы бороться Своими страстями Насколько Этого Армона Каяться Тут же Согрешил Обманул Слукавил Ну слукавил Тут же Надо перед Богом Покаяться Очень советую Предсмертный дневник Иоанна Кронштадтского Как он там О себе пишет Опять я Разгневался На кухарку Она что-то там Подожгла Или что-то И вспомнил Ой Господи Прости меня Слышите Опять я осудил Вот это И опять Ой Господи Прости меня И он пишет И как Господь Близ находится И как действительно Даёт утешение И очищение От греха Богоугодие В чём состоит Меня любит Тот Кто исполняет Заповеди мои Особенно важно Особенно важно Заповедь Особенно важная Это та Чтобы Чтобы не причинять Никому Из людей Никакого Вреда Не желать Каким-то людям Ничего худого Никого не оскорблять Вы знаете Самый Неприятный Грех Самый трудный И который Действительно Нас уходит От спасения Это не любовь К ближнему К близким То есть Ко всем людям Здесь надо быть Очень внимательным Вот Чем Мы Можем Угодить Богу Смущение Что не все Грехи Неподробно Исповедую И утаевы Грехи Хотя пишут Длинные Списки Грехов Объясните Суть Исповеди Что говорят Духовники И отличие От покаяния Ну это вопрос Конечно Не ко мне Но поскольку Я поставил Такие условия И вынужден Говорить То скажу Первое О чем Действительно Советуют Опытные Действительно Люди Первое На исповеди Надо говорить Только Самое Главное Не перечислять Все грехи Это безумно Потому что Если мы начнем Перечислять То и до своей Смерти Не кончим Потому что Мы ни одной Минуты Не проводим По Божьему Надо писать Самое главное То есть Не писать А говорить На исповеди Это вот Первое И очень важное А когда мы Начинаем Знаете ли Перечислять Все на свете Это превращается В форму Исповедь Это в конечном Счете Покаяние Покаяние В присутствии Священника Который Говорит Я только Свидетель Он Свидетель Здесь Кстати Не инквизитор А свидетель Потому что Я недавно Был в одном Городе И там Задали вопрос О генеральной Исповеди Говоришь Это входит Генеральная Исповедь Это для человека Который Никогда в жизни Исповедовался Или который Лет Десять Двадцать Не исповедовался Ну верно Ему надо За этот период За этот период А когда этот Человек Постоянно Живет В церкви Постоянно Исповедуется И вдруг Ему Вот этот Батюшка Другие не требуют А вот этот Требует Генеральной Исповеди Это первый Признак Вы попали Не туда Не туда Второе Говорят так Если в каких Грехах Покаялся Ну есть Грехи Которые Так сказать Единично Совершаются Например Осуждаемо Постоянно Тут уже Приходится Каждый раз Скажется Но какие-то Особенно Тяжелые Грехи Если человек Покаялся Действительно Получил Разрешение То Уже Это На следующих Исповедях Не повторяется Дальше В отношении Покаяния Предупреждают Очень предупреждают На исповеди Не размазывать Свои грехи Особенно Плотские Запрещается Так же, как Запрещается Священнику Лезть В кровать Так же и тому, кто Исповедуется Не размазывать Это всё А просто назвать И всё Бог видит Что ты сделал И в чём ты каешься Вот И здесь Не суд Происходит А покаяние Это совсем Разные вещи Это тоже Очень важный момент Об этом Приходится Говорить Поскольку Очень часто Встречается Когда Недавно Ко мне подошла Одна женщина Лет Пятьдесят Чем-нибудь Да Со слезами Прям плачет Уж не буду Называть Где и что И как В общем попала На генеральную Исповедь К молодому Иеромонаху И он говорит Он мне так Киев задавал вопросы Что мне стыдно Срам Просто Как он смеет Это даже делать Это безобразие Вот это Чистый католицизм Там понятно Почему справа Чтобы знать Что назначить за это Что ты должен За это сделать У нас требуется Покаяние Разбойник Много рассказал Иисусу Христу Правой И получил Сегодня же Будешь в раю Так и здесь Требуется Требуется Именно вот Очень трезвое Безрасписывание Только самую суть Говорить Тогда это будет Действительно Исповедь покаяния В противном случае Можно превратить Исповедь Знаете что В отчет О проделанных грехах И отойти Ничего не получив Пожалуйста Перечистите все это И напишите Благо ручка пишет И потом Эти листы Ну понятно Человек долго не исповедовался И у него есть О чем написать Чтобы не забыть А если Исповедуется часто Ну что же Пишут эти Талмуды Кому вы пишете Так и хочется сказать Ну да Вы батюшка Надя пока Почитайте Я пока в магазин схожу Ну что это Превращает Исповедь Формальность Какую-то Надо помнить Форма Нам не поможет Бог Отпускает Грехи И он Видит Не молитва Священника Отпускает Грехи А Бог Отпускает Молитва Лишь свидетельство Того Если ты Действительно Каешься Отпускается Тебе А если Не каешься Ничего тебе Не помогут Пиши Сколько хочешь Нельзя превращать Такое Великое Дело Великое В форму В формальность А я смотрю Это очень понравилось И пишут И пишут И пишут Бедный батюшка Стоит Господи Да когда же Ты кончишь Только Ну что ж Это И неудобно Сказать то Особенно Если молодой Еще Вот у нас Семинарий Молодые Еще Все Бедные Они стесняются Я помню Был такой случай Просто ну комичный Подошел к молодому Только что Рыку положился Батюшка Да И подошел Пожилой Пожилой человек И Молодой Спрашивает Ну чем вы грешны Он Я грешен Ты сам грешен Батюшка Бежать в алтарь Приходит из алтаря Да 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 Прощается Разрешается Прощается Разрешается Вот так Так что с исповедью Нельзя превращать Эту форму Потому что мы Останемся Пустыми Слышите Ничего не получим От этой исповеди А соответственно И причастие нам Может очень мало дать Поэтому нельзя К этому так Легкомысленно относиться И отделываться Этой писаниной Зачем это О чем душа болит Что забуду Что ли Что забудешь сказать Три Пять назвать Да Зачем эти такие Сочинения Тот у кого душа болит И кто кается Ему не надо писать А писать Я говорю только Я помню Я помню меня умилило Четырнадцатое слово Точнее его название Но я думаю Что и вы все Придете в восторг О любезном для всех И лукавом Владыке Чреве Я помню Я помню Я помню был в восторге Да Так что Конечно Это Очень уж он мне Понравился Ну а так Даже мне Трудно сказать Трудно сказать Кому отдать Даже предпочтение Но может быть Для нашего времени Для нашего времени Возможно Что Игнатий Бринчанинов Является Наиболее важным Почему Он Чем он важен Для нас и полезен Он Так сказать Святоотеческое Богатство Опыта Духовной жизни Переложил Все-таки Хотя бы на язык 19 века Но переложил И с учетом Нашего времени Мы сейчас Ничего не можем Вы слышите Мы с маленькой Мы слишком не можем Справиться О каких там Отшельниках Говори Вот его достоинство Что он переложил На язык 19 века Святоотеческие творения Так что его Его сочинение Это своего рода Энциклопедия Духовной жизни Так что Мне кажется Каждый христианин Православный Обязательно должен иметь Вот сейчас Опять новое издание Пять томов Его сочинения И три тома писем Обязательно Хотя бы Знаете Поставить И смотреть на них Кто из современных Греческих богословов Вызывает у вас симпатию? Ну из современных Современных Ну что значит современных Я бы сказал Лоский конечно Лоский Владимир Николаевич Лоский Ну он уже скончался Конечно Ну это конечно Ну это конечно Очень так сказать Талантливейший человек Очень разумный И блестящий Я бы сказал Писатель Он мне более всего Пожалуй Пожалуй нравится Георгий Флоровский Тоже Тоже со мной Они уже скончались Конечно Ну а современных Слушайте так прямо Говорить это нельзя Иначе вы обвините меня В чем Вестит кому-то Чтобы меня похвалили Так что ж не буду Какая из прочитанных книг В прошедший год Произвела на вас Особые Впечатления Ну особые впечатления Пожалуй Пожалуй На меня произвела книга Фаддея Витовницкого Фаддей Витовницкий Это Старец Сербский Действительно Замечательный человек Мир и любовь В духе святом Кажется так называется Эта книга Да Да Очень Вы знаете Прям действительно Духоносный человек Да Так что Пожалуй Вот Это Ну и потом Конечно В связи с 50-летием Кончины Игумена Никона Воробьёва Да Пришлось Мне захотелось Выбрать Всё самое-самое важное Что есть в его Письмах Проповедях Выбрать Самое важное И И Издать эту книгу Её издали Её ещё будет Переиздание Называется О началах жизни Вот это конечно Там Ну какую страницу Не откроешь И это Не только я говорю Это мне уже Многие говорили Вы знаете Откроешь Так это же ко мне Прямо написано Вы знаете Прямо ко мне написано Такие замечательные Назидания Действительно Человек Просто Удивительные Духовные силы И мудрости Так что Вот эти вот Пожалуй Книги Наибольшее впечатление Произвину меня Работаю Работаю Главным Бухгалтером Есть Неучтённые Белые И чёрные Кассы Когда Дохожу До притчи О неправедном Управителе Дохожу До слов Приобретайте себе Друзей Богатство Неправедным Чешутся Руки Нет Ну Во-первых Надо понять Эту притчу Как-то Иногда Спрашивают Они Но не смотрят Чем она Заканчивается Чтобы И они Когда Вы Оскудеете Приняли Вас Приняли Вас Куда В Царство Небесное Это же Притча Поэтому Нельзя Понимать Это в Прямом Смысле Ведь С какой же Стати Хозяин Вдруг Похвалил Этого Мошенника Он Его Обманул Вместо Пери Вместо Стапиши Пятьдесят Вместо Стапиши Води Вдруг Его Хвалит Хозяин Это Притча Речь-то Идёт Не об этом Похвалил Не за то Что он Обманул Его Естественно А он Показал Показал Что Когда мы Если Оказываем Милость Милосердие Если хотите По отношению К нашим Так называем Должникам А должники Могут быть Не только Материальные А ещё В гораздо Большей степени Нравственные Моральные Да Когда мы Окажем То тогда И они Окажут нам То же самое Перед Богом Вот о чём Идёт речь Вот Ну а насчёт Уже Бухгалтера Тут Знаете Это Я никогда не соприкасался С этой сферой Деятельности И Мне кажется Что здесь Надо подходить Очень просто Рассудительно Святые отцы Сказали Блестящую Фразу Блестящую Просто Великолепную Которую Для всех Нужно Её помнить И знать Нет Добродетели Без Рассуждения А рассуждение Оно Исходит Из соответствующей Ситуации Гонятся Какие-то Бандиты За человеком Он Раз Нарол Туда Они Подбегают Где он Я показываю Куда Прямо Противоположную Сторону Я обманул Нет Нет Ибо Истина Только там Где есть Любовь Нет любви Нет истины Надо запомнить Эту 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 Истину Нет истины Там, где нет любви Когда вы Безобразному Человеку Внешне Безобразному Скажете Что он Безобразен Вы сказали Ложь Когда вы Ему скажете Что вы Симпатичный Человек Вы скажете Истину Нет истины Там, где Нет любви Так и здесь Вот в этих Вещах В этих Чёрное Белое И так далее Надо исходить Всё-таки Из этого Принципа Без Рассуждения Нет Добродетели А без Любви Нет истины Я думаю Исходя из этих Вещей Можно будет Как-то Делать Соответствующие Практические Выводы Вот так Во время Молитвы Притыкаюсь У выражения Страх Божий Как правильно Понимать Это Выражение Когда Речь идёт О страхе Божьем То речь идёт Не о том Что Представляю себя Бога В виде Тигра Уссурийского Который Если я Что-нибудь Сделаю Растерзает Меня Не об этом Речь И надо Нам всем Запомнить Что Бог Врач А не Палач Есть разница Врач Или Палач Может Врач У меня Копаться В зубах И ой Как больно И наверное Многие Переживали Это Иногда Может Чуть ли Сознание Теряешь А может Палач Огромная Разница Между Тем И И И Другим Так вот Здесь Вот Да Вот так Страх Божий Это Означает Иначе Перевести Можно сказать Страх Любви Ну Слушайте Какой страх Оскорбить Любого Человека Любимого Человека Вот представьте себе Старушка Мать Которая Ничем Вас Не может Ни наказать Ничем Сделать И человек Будет бояться Как бы не Оскорбить Это Страх Любви Вот Что Такой Страх Божий Ибо Бог Это Любовь Как Бы Не Оскорбить Любовь Божию Вот Что Такой Страх Страх Божий А не Страх Того Что Он Меня Накажет Сейчас Он Меня Отомстит Отомстит И Накажет Совсем Нет Если Б это Было Так То Мы Уже Должны Давно Должны Быть В пепел Весь Нет Нет Страх Оскорбить Любовь Божию Своим Поступком Слышите Страх И опять Ещё раз говорю Не по наказанию А по любви Не оскорбить Любовь Божию Страх Божий Кстати Вот этот Страх Божий Он Имеет Очень Большое Значение В духовной Жизни Человека Правда Мы же Не хотим Любимого Человека Как-то Такой Причинить Ему Беду Причинить Ему Скор Обидеть Его Чем-то Правда Ну Правда Вот Это И Страх Божий